здравствуйте друзья буквально сегодня утром я подвесил видео где рассказывал случай как вот женщины из мексики не пустили соединенные штаты и и развернули в хьюстоне в техасе я этом видео не говорил но это было в хьюстоне и значит развернули ее за то что она типа подозрительно с точки зрения того что хочет остаться в стране хотя по этой части за ней не было ничего такого она ездила туда-сюда но сейчас есть новая инструкция для иммиграционных вот этих людей которые пропускают страну и эта инструкция говорит что надо относиться подозрительно к тем кто пользовался когда-то государственными программами и вот она пользовалась она была беременной и у нее обнаружился диабет и она пользовалась значит медикейт и сей чай пи такая программа и вот там у нас большое количество людей в комментариях ни один и не два много доказывают что человек который приехал по гостевой визе не может пользоваться этими программами что это нарушение закона грубо и так далее так далее так далее я хочу сказать что во первых если он не может этим пользоваться и никто не даст вот он приходит подаваться на там какую-то программу там медикейт или там этот серий и чай пи первое что его спрашивает это social security и все дела поэтому ибо никто и не дал но ей дали и поскольку там так массово там возмущаются люди говорят что я там чего-то вот не из того источника взял принял на веру и не провел своего собственного исследования что вы себе думаете так я сейчас проведу исследование вместе с вами вот я написал да си чай пи или джебил эти in texas на туристической визе вот вот буквально дело было в техасе на сейдем посмотрим вот выходит документ друзья я думаю что вы можете доверять медикейт до . джи о ви это не такой сайт где вот допустим разведут плохо пошли читать значит что пишут пишут что ну тут какой-то начало такая брошюрка да или джи бил эти for non-citizens медикейт и все я хочу сказать что там есть отдельная такая фишечка женщина была беременна беременна вот это как бы очень многое меня беременна она гражданином соединенных штатов чтобы вы имели тоже в виду она не просто так она беременна гражданином соединенных штатов поэтому вот эта программа си и чай пи покрывает ее ребенка который на самом деле гражданин соединенных штатов да то есть она еще не уехала но идем дальше значит и они говорят что вот вот тут написано что никаких федерал фан никаких денег нету для нелегальных иммигрантов и там за исключением некоторых вот там сервисов но она не является нелегальным иммигрантом вот и тут долго объясняется какие иммигранты значит вот и так далее вот объясняю кто такой qualified non-citizen qualified not citizen значит вот это значит там green card holders и не обязательно green card holders те которые беженцы кубинские там люди которые приехали из кубы из гаити там со статусом пароль и так далее то есть как бы совершенно вот никак на туристов не распространяется идем дальше вот теперь мы до беременных дошли вот они беременные вот они давайте посмотрим значит общем тукава лофул резидент чиллер лофили резать и чилден and pregnant women значит и так эта программа эта программа значит делает такую возможность штатам на уровне штата это решается и штата вот их 29 вот 29 штатов плюс дистриктов колумбия значит и так штаты покрыть детей и или и или беременных женщин которые находятся в стране легально и во всех остальных отношениях и виджи был то есть у них у них нет дохода они не могут себе купить человек на туристической визе безусловно в сша дохода не получает там это вот так вот значит или может быть она допустим может быть учитывал все доход в мексике но он достаточно маленький что это вместо в песо своих получает я не знаю короче если ты находишься в стране легально и ты беременный и у тебя и ты с низкими доходами то ты или же был и независимо от того когда ты въехал в сша потому что там есть некоторые некоторые случаи в которых важно чтобы ты там пробыл после въезда не меньше чем сколько ты так далее если женщина беременная она с первого дня с первого дня беременна и приехала в страну по вот в данном случае туристической визе она абсолютно легально присутствует вот собственно и все и вот она пошла по этой программе но я хочу сказать что у нас тут есть бойцы которые как бы думают что это нужно сильно нарушить закон да нет у нас таких программ а представьте себе что она беременна но она при этом очень нелегальный иммигрант она по этой программе не пойдет она пойдет по другим и она получит медицинский сервис и она получит и и роды у нее примут и лекарства и дадут и и все таки все 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 и сделают предложено вообще нелегально вот так что друзья кто хочет почитать весь документ у вас есть вот пожалуйста возможность счастливы